Привет! Ты смотришь твои новости, передачу о студенческой жизни в Казани. С тобой я, Луиза Садзеева, и сегодня выпуски. Как прошло вручение дипломов и представление выпускных проектов у бывших студентов КГСУ. Энерго за здоровый образ жизни. Человек эпоха. Евгений Евтушенко в Казанском федеральном университете. Дизайнер. Одна из самых престижных, модных и высокооплачиваемых профессий на сегодняшний день. Еще бы, кто как не дизайнеры делают нашу жизнь красивее. На днях на самостоятельный путь человека с высшим образованием вступили студенты факультета дизайна Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Вручение дипломов и представление выпускных проектов у бывших студентов прошло, как всегда, необычно. Как? Смотри в сюжете Алены Липиной. Еще 24 года назад слово дизайн в нашей стране было иноземно, не имело популярности и плохо выговаривалось населением. Сегодня это слово стало уже чуть ли не приставкой. Дизайн одежды, дизайн церемонии, фотодизайн. Сегодня дизайн становится знаком качества, образа нашей жизни. Выставка мира и дизайна представила публике два популярных направления дизайнерского искусства – дизайн интерьера и среды. Фантазия художников нашла себя в 70 работах, выполненных членами Союза дизайнеров Республики Татарстан и студентами факультета дизайна КГСУ. В выставочном зале были представлены работы лучших студентов-выпускников факультета. Объединяя в себе работы профессиональных дизайнеров и талантливых студентов, мероприятие приурочено к двум юбилейным датам – 20-летию Союза дизайнеров Татарстана и 15-летию факультета дизайна КГСУ. Дело в том, что сегодня в России происходит реорганизация многих вузов, факультетов. Сейчас институт у нас в вузе, а теперь факультетов не будет, в том числе и факультета дизайна. Поэтому мы и выставку посвятили 15-летию факультета, которая уже не состоится. Это немножко грустно, с одной стороны. С другой стороны, мы прошли уже достаточно большой путь. И сегодня у нас наша школа одна из лучших в России. Представленные студентами работы имеют актуальные тематики – от дизайна детской обучающей книги до проекта графической среды города. Олег Карпухин теперь уже выпускник факультета совместил в своей дипломной работе и цифровой технологии, и дизайн, придя к новому течению стиля – параметризму, а именно к концепции параметрического орнамента в дизайне. Параметризм – это, можно сказать, уже новое течение, новый стиль в космодернизме. Там активно как раз используются все эти современные цифровые технологии. И все это на грани с дизайном связано. Студенты, чьи работы представлены на выставке, имеют и отличный шанс рекомендовать себя перед потенциальными работодателями. Открытие выставки посетили и представители крупных компаний. В ценных дизайнерских кадрах сейчас остро необходимость в творческой деятельности. И мы надеемся, что каждый выпускник факультета дизайна КГСУ, получивший долгожданный диплом, найдет свою нишу в своем профессиональном деле. За здоровый образ жизни. Вопрос на наркотиках всегда требовал корректного подхода. И в поддержку здорового образа жизни Казанский государственный энергетический университет вместе со студентами других вузов Казани взялся за проект антинаркотической школы «Актива». Как все начиналось, смотри в следующем сюжете. В оздоровительном лагере «Шеланга» состоялось торжественное открытие антинаркотической школы «Актива КГУ». Помимо приветственных слов организаторов и гостей смены на открытие прошел танцевальный флешмоб активистов, выступления студентов, даже показательное выступление сотрудников службы спецназначения «Гром». Хозяева территории энергоуниверситета, но здесь представители различных вузов, да, здесь и университета, федерального и медицинского университета. И вот как это все сплотить, чтобы они организовали общий досуг, да, чтобы они могли пообщаться, сделать, осуществить такой взаимообмен мнениями. Казанское студенчество в этом вопросе поддержали государственные структуры республики, представители которых посетили открытие антинаркотической профильной смены. Мы поддерживаем все начинания ребят, их активную работу в антинаркотической среде, поскольку они являются проводниками, именно молодежь распространяет хороший позитивный опыт личным примером неупотребления наркотиков. Не зря девиз этого проекта звучит как «Ты не один, вместе мы можем многое». Студенты казанских вузов собрались в рамках школы актива с конкретными планами на эти дни. Мы решили принять участие в этой антинаркотической смене, чтобы найти новых друзей, каких-то знакомых, единомышленников, чтобы получить какие-то новые эмоции и чтобы просто отдохнуть от городской суеты и от учебы. Дело время, а потехе час. Несмотря на насыщенную культурную и спортивную программу, которая ждет участников, решающим фактором для проведения школы актива стала ее эффективность. Во-первых, я считаю, что данный проект нужно проводить чаще, чтобы молодежь понимала, что наркотики – это плохо. И, во-вторых, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни. За четыре дня у ребят будет возможность побеседовать с психологом, прослушать лекцию «Сумасшедшая наука» о вреде психоактивных вещественных организм, а также поучаствовать в различных спортивных и игровых мероприятиях. Поэзия во дворах продолжает звучать. На этот раз стихотворение можно было услышать возле Казанского федерального университета. Кто приехал порадовать студентов, расскажет Марта Луканина. Литературные дворики продолжаются. На этот раз мероприятие стало студенческим. Во двор Казанского федерального университета приехал известный поэт Евгений Евтушенко. Площадка для проведения мероприятия «Сквир возле памятника Нужину» была выбрана не случайно. Евгений Евтушенко был знаком с профессором Казанского университета Михаилом Нужиным, со дня рождения которого в этом году исполняется 100 лет. Я думаю, так это все слилось воедино здесь. Студенчество, молодежь, Казанский университет, год культуры и, конечно, великий классик, или как современники его называют, справедливо называют главным поэтом эпохи. На этот раз организаторы решили воссоздать атмосферу свободы и творчества. Литературный дворик имел молодежный формат. В нем приняли участие актеры молодежного театра «Сдвиг» и студенты Казанского федерального университета. Мне всегда было интересно мероприятие такого формата, потому что такое, наверное, достаточно редко происходит у нас в городе. Тем более сейчас лето, такая достаточно поэтическая пора. И, наверное, вот этот симбиоз погоды, настроения и вот этого творчества, он не может не притягивать к себе и не притягивать внимания. Еще одной причиной проведения мероприятия именно во дворе КФУ послужил сборник стихов Евгения Александровича, посвященный Казанскому университету. Я думаю, что он вполне передает ту атмосферу, которая царила в этом университете в 60-е. То есть ты читаешь и чувствуешь, что именно так возможно и было, когда моя бабушка и дедушка учились здесь, например. Проверка потопом. История наша сплошное кочевье. На шаре земном ненадежном ковчеге. И мы устоим ли назло мизантропом? Проверку потопом. Проверку потопом. Следующий литературный дворик пройдет 14 июля в день рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина. Место встречи – памятник поэту в лицком садике. Не пропусти. О других не менее важных и интересных новостях студенчества всего мира расскажет мой коллега Данила Алонзов. Привет! Ты смотришь фастфуд. Возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! Российские ученые запустят самую мощную лазерную установку в мире в 2019 году. На этом уникальном оборудовании будут проводиться фундаментальные исследования высокотемпературной плотной плазмы. Причем это будет центр коллективного пользования, где смогут работать не только российские, но и зарубежные ученые. Японские ученые нашли способ приостановить развитие неизлечимой болезни бокового амиотрофического склероза, который приводит к параличу и последующей атрофии мышц. Специалисты из университета Киото провели успешные опыты на мышах. Доцент кафедры социальных наук Набережно-Челнинского института КФУ Василь Сакаев принял участие в международной конференции Евразия Defining and Crossing Barriers. Конференция проходила в элитном университете Варшавы Коллегиум Цивитас, учредителем которого является Польская Академия Наук. Крупнейшая конференция по нано-конструированным материалам NANO 2014 пройдет с 13 по 18 июля в МГУ. В числе ее участников ведущие ученые в области химии, физики и наноматериалов. В программе 10 лекций Нобелевских лауреатов, около 400 устных докладов и порядка 500 стендовых выступлений. На этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Моя коллега Ралина Киряева расскажет тебе о реалиях современных технологий и о том, как они влияют на нас. Не переключайся. Полторы минуты для тебя. Джей Джей Абрамс, человек, ответственный за перезапуск Стартрека и сериал «Остаться в живых», был выбран Джорджем Лукасом из студии Дисней в качестве режиссера нового седьмого фильма «Звездных войн». События в нем будут развиваться спустя 30 лет после возвращения джедая. Меня зовут Ралина Киряева и это «Полторы минуты». На прошлой неделе Джей Джей Абрамс анонсировал кампанию по сбору денег. Пожертвовав всего 10 долларов, можно поучаствовать в конкурсе на небольшую роль в фильме. Те фанаты «Звездных войн», у кого денег побольше, помимо шанса на роль, могут получить более крутые призы. За 2500 долларов можно получить бюст Чубаки, а за 50000 оказаться на предпремьерном показе фильма. Победителя выберут случайным образом, но чем больше вы пожертвуете денег, тем выше шансы получить роль. Кого именно можно будет сыграть, пока непонятно. Сюжет очень сильно засекречен. Но Джей Джей Абрамс пообещал, что сцены с победителем точно не вырежут. Организовывает сбор средств компанию ОМЭЙС, которая раньше уже предлагала подобные развлечения. Год назад можно было покататься в танке с Арнольдом Шварценеггером, чтобы помочь школам, и пообедать с Джорджем Клуни, чтобы помочь Судану. Полученные от компании деньги пойдут в инновационную лабораторию ЮНИСЕФ, которая создает технологии, направленные на помощь нуждающимся детям. Сам фильм выйдет не ранее декабря 2015 года. На этом все, и да пребудет с вами Сила. Это все новости на сегодня. Смотри нас каждую неделю и будь в курсе всех самых актуальных событий. Пока-пока.